МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты окружного парламента, отправляясь на летние каникулы, провели финальную сессию, приняв более двух десятков законов. Львиная доля направлена на улучшение жизни жителей Ненисского округа. Самообсуждаемый закон о 5-процентной ипотеке. Его приняли в окончательном чтении. Это беспрецедентная мера, направленная на поддержку жилищного строительства в регионе. Кроме того, парламентарии поддержали еще несколько важных законопроектов. 5-процентная ипотека – абсолютно новый рыночный инструмент, который будет способствовать развитию жилищного строительства в регионе. Условия очень простые. Ипотека дается только на новое жилье под 5% годовых с первоначальным взносом в размере 20% от стоимости жилья. Срок субсидирования – 10 лет. В течение этого времени разницу с процентной ставкой банка будет покрывать окружной бюджет. Для того, чтобы получить ипотеку, заемщик должен быть зарегистрирован на территории Ненисского округа. Будет проведен отбор среди банков, заключены соглашения в соответствии с этим порядком. Ограничений для банков нет никаких. После этого программа стартует. Дальше гражданин приходит к застройщику, выбирает или нанимает застройщика, в зависимости от того, как он хочет. Дальше определяется с жильем, обращается в банк за кредитованием. Банк принимает решение, выдает гражданину кредит. Далее банк ежемесячно начисляет субсидию в течение 10 лет. Округ оплачивает субсидию банка. Процентная ставка для гражданина – 5%. Окружные парламентарии законопроекта единогласно поддержали. Расчеты специалистов показывают, что такой механизм даст жителям округа возможность приобретать жилье в собственность примерно по стоимости аренды. Кроме того, 5% ипотека – хорошее подспорье и для региональной строительной отрасли. И тем самым мы будем решать вопрос поддержки нашей строительной отрасли. То есть сегодня есть у нас несколько строительных компаний, которые благодаря этой программе могут иметь заказы от населения на строительство, на долевое строительство жилья здесь в округе. Очень такая революционная программа, мы считаем, и мы когда делились с нашими коллегами из законодательных собраний других субъектов, они, конечно, нам позавидовали. Кроме того, законодатели приняли закон о предоставлении общежития в Наринмаре и в поселке Искателей молодым специалистам Месел, которые закончили учебное заведение в столице региона и пожелали здесь же и остаться. Этот проект вызвал широкое обсуждение среди депутатов и глав муниципальных образований. В частности, остро стал вопрос о том, что этот законопроект будет способствовать вымыванию молодежи из сел. По итогам обсуждений решено было принять законопроект и в дальнейшем работать над тем, чтобы подобные общежития для молодых специалистов появились и на селе. У нас есть право смотреть, как будет проходить реализация этого закона. И, конечно же, есть желание способствовать тому, чтобы данные общежития возникали на территории сельских поселений. И самое главное, чтобы ребята, которые являются выходцами села, получив образование в центре Ненецко-автономного округа, возвращались обратно туда с решением своих жилищных прав. Не менее важным стал законопроект о распределении средств федерального бюджета, которые идут на переселение граждан из районов Крайнего Севера. По закону выделение жилищных сертификатов осуществляется по четырем очередям. Но на деле оказывается, что за последние несколько лет этим правом воспользовались только граждане, состоящие в первой очереди. Это инвалиды первой и второй групп. А вторая, третья и четвертая фактически не двигаются. Согласно принятым изменениям, очередь на предоставление жилищных субсидий теперь дойдет до всех. Принятый проект закона предусматривает долевое распределение. На вторую очередь будет распределено не менее 20% от общего объема жилищных сертификатов. На третью и четвертую по 5%. В случае отсутствия граждан в каких-либо очередях, объемы средств перейдут и другие очереди. В 2015 году из средств федерального бюджета Неницкому округу выделили чуть больше 59 миллионов рублей. Натуральным выражением примерно 40 жилищных сертификатов. Сегодня в очередях на переселение в благоприятные районы стоит более 3000 человек. Вне закона на этой же сессии депутаты запретили в Неницком округе продажу алкогольных энергетиков. Речь идет о слабоалкогольных тонизирующих напитках. Купить такой напиток нельзя будет уже с 1 сентября. По данным Роспотребнадзора, при допустимом уровне кофеина 150 миллиграмм в сутки, часто в энергетических напитках обнаруживается от 150 до 320 миллиграмм. А с учетом возможного потребления более одной упаковки в день, энергетические напитки могут оказать негативное влияние на здоровье человека. По словам разработчика законопроекта, депутата Даниила Исполинова, предприниматели с пониманием отнеслись к этой проблеме и заблаговременно подошли к решению вопроса еще до принятия закона. Предоставление земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства. Эта тема стала ключевой на Координационном совете по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности. На сегодняшний день существует два варианта предоставления участков в аренду, но ни один из них не дает стопроцентную гарантию того, что бизнесмен с легкостью получит землю под тот или иной объект. Как обрести почву под ногами, расскажет Любовь Пермякова. Руслан Булыгин – молодой предприниматель. Бизнесмен – владелец туристической базы. Благодаря предприимчивости молодого человека необитаемый остров превратился в любимое место отдыха не только жителей округа, но и гостей города. Спрос на услугу начал расти, и Руслан задумался о расширении сферы бизнеса. Но все оказалось не так просто, как планировал бизнесмен. Месяц проходит, рассмотрение заявки. Потом они, в чем суть самой проблемы, вся соль, они выставляют на конкурс эти участки. То есть я заморочился, я подал на них. Но выиграть может кто-то другой, совсем не я. Я как малый предприниматель, у меня финансы не такие большие. Если кто-то из крупных захочет забрать, то они по финансам меня могут перебороть. В Нинецком округе существует два варианта предоставления участков в аренду. Участие в аукционе или получении земли в инициативном порядке. Для этого необходимо обратиться с заявлением в управление земельных отношений. Затем самостоятельно выполнить процедуру по формированию земельного участка. Подготовить пакет документов, на основании которого орган госвласти проводит процедуру аукциона. Многое сделано, но этого недостаточно, говорят молодые предприниматели. Если повезло и земля под ногами есть, надо на ней еще устоять. Допустим, для предпринимателей, для начинающих сейчас есть налоговые каникулы. Там до двух лет, по-моему. Вот и почему бы не сделать точно так же, допустим, для предпринимателей. И это не только для начинающих бы касалось, а земельные участки давали бы, допустим, на год. Так же самое, ну, на льготных условиях. То есть, ну, безвозмездно пока год. Потому что в любом случае ты берешь этот участок в аренду изначально, тебе надо построиться. Вот, допустим, чтобы мне построить, мне надо примерно по времени потратить, ну, год. Пока мы построим, пока год пройдет, все отстоится, потом там, ну, отделочная работа и все такое, ну, год как минимум. И то есть за этот год я на этом ничего зарабатывать не буду, а платить я должен за аренду. С земельным вопросом на Координационном совете по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности уделили особое внимание и пообещали совершенствовать систему предоставления участков. Не забудут и про облегчение налогового времени. Тем более, что теперь у бизнесменов появятся огромные возможности. В регионе начал работу фонд по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства. Главная его цель и задача – это содействие, первое – содействие развитию инвестиционных процессов на территории ОКО и продвижению его инвестиционной привлекательности. Это поддержка стартап-проектов предпринимателей на всех этапах развития. Сюда входят и юридические, бухгалтерские, финансовые консультации, помощь в оформлении бизнес-идеи, бизнес-плана инвестиционного проекта, а также взаимодействие со средствами массовой информации для продвижения предпринимательских идей, предпринимательских инициатив. Финансовую помощь молодым бизнесменам окажет Комитет развития предпринимательства. В этом году предусмотрено три основных вида. Первый вид – это субсидии субъектам предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Здесь у нас предусмотрены субсидии, связанные с приобретением основных средств при модернизации производства. Далее, возмещение части затрат по аренде помещений субъектам предпринимательства, которые оказывают населению, услуги в сферах социальных, бытового обслуживания, медицинских и персональных услуг. На материальную поддержку могут рассчитывать и те, кто осуществляет деятельность в области ремесел. Теперь субсидия предназначена для приобретения сырья и материалов. Два с половиной миллиона рублей выделено на повышение профессионального уровня как самих предпринимателей, так и сотрудников, чтобы бизнес в регионе был грамотный. Необычный, но очень актуальный подарок получат в свой профессиональный праздник колгуевские оленеводы. На остров отправят 10-15 быков-оленей. Бесценный подарок должен помочь в возрождении поголовья на Колгуеве. Выборы не за горами. 13 сентября в единый день голосования жители региона будут выбирать депутатов, глав муниципалитетов и губернатора области. Колгуевским оленеводам в их главный профессиональный праздник округ подарит с десяток быков-оленей. После крупнейшего падежа животных на острове остались одни важенки. Чтобы спасти ситуацию, руководство Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса с совместной ассоциацией ненецкого народа ЕСАВЭ решили преподнести необычный подарок. Об этом объявили во время подписания соглашения о сотрудничестве между ведомством и организацией. Соглашение направлено на совместную работу по решению проблем оленеводства, недропользования, экологии, социально-экономической жизни коренного населения. Не секрет, что у нас есть некоторые проблемные организации, где полномочия государственных органов весьма сильно ограничены законодательством. С другой стороны, те же самые члены СПК, они зачастую являются членами ассоциаций. И тогда у нас таким образом через общественные институты появляется возможность каким-то образом воздействовать на хозяйствующие субъекты. Такое взаимодействие поможет решить ряд важных проблем. Одна из основных связана с экологией. Ассоциация ЕСАВЭ организует работу добровольного экологического патруля. Народные дружинники на местах будут предоставлять информацию о совершаемых экологических правонарушениях. Это поможет властям оперативно реагировать на возможные инциденты, такие как разлив нефти или браконьерство рыбаков и охотников. Сразу после подписания документа стороны договорились уже в августе во время празднования в Неницком округе Дня оленя вместо традиционных подарков привезти оленеводам острова Колгуев 10-15 быков оленя. Такой подарок очень важный и своевременный, так как из-за массового падежа оленей многие кооперативы оказались во многомиллионных долгах. 13 сентября в единый день голосования жители региона ждут выборы двух уровней – регионального и муниципального. Горожане выберут двух депутатов в Совет Наринмара, а жители двух муниципалитетов определяют глав своих сельсоветов. Путем прямого голосования жители нашего региона изберут и губернатора Архангельской области. В единый день голосования на территории Неницкого округа будет открыт 51 избирательный участок. По подсчётам регионального избиркома участие в выборах примут 33 тысячи граждан. Наряду с местными пройдут и выборы губернатора Поморья, так как Неницкий округ территориально входит в состав Архангельской области. Сейчас на пост губернатора выдвинуто пять кандидатур. Однако по сообщению информационного агентства «Регнум» претендентов на пост будет больше. Уже девять региональных отделений политических партий Архангельской области заявили о своём участии в выборах губернатора региона. Соответствующие уведомления они направили в областной избирком. Во всех региональных отделениях партий уже состоялись партийные конференции, где было объявлено о вероятном участии в губернаторских выборах. Однако документы на выдвижение кандидатов в областной избирком подали далеко не все. Есть и такие партии, которые заявили о своём участии, но дальнейших действий не предпринимают. Горожанам в день голосования придётся сделать ещё один выбор – депутатов Горсовета. Народных избранников будут избирать по двум округам – портовому и центральному. Дополнительное голосование понадобилось после того, как в прошлом году освободились два мандата в связи с переходом на государственные должности Галины Медведевой и Елены Сопочкиной. Дополнительные выборы у нас пройдут в телевисочный сельсовет, там по многомандатному округу номер один одного депутата будут выбирать. И плановые выборы – это выборы главы телевисочного сельсовета. Также в единый день голосования пройдут и досрочные выборы в Великовисочном сельсовете. Напомню, руководителя муниципалитета досрочно освободили от должности год назад по решению местного совета депутатов. Основанием послужил факт нарушения антикоррупционного законодательства. От кандидатов у нас принимаются заявки от 25 июня по 27 июля. Примерно у нас как бы идет три кандидата. Но вот в данный момент от них пока ничего не поступило, ни заявлений. Только знаем, что они у нас будут баллотироваться. Ждем. Практически в эти же сроки с разницей в один-два дня принимают заявления и от желающих принять участие в выборах на Ренмаре и телевиске. Нинецкая телерадиокомпания стала лучшей в конкурсе социальной рекламы. На региональном этапе конкурса «Новый взгляд» наш видеоролик стал лучшим. Впереди федеральный уровень и оценка мастеров рекламы и известных режиссеров. Взгляд победителем нашей телерадиокомпании стала лучшей в конкурсе социальной рекламы. Тема «Семья», которую раскрыли в видеоролике, признана лучшей работой среди 25 участников регионального этапа. Набрав самые высокие баллы, ролик будет представлять нашу телерадиокомпанию на более высоком уровне. В ролике приняли участие актеры студии «Рода» культурно-делового центра. Они провели многочасовую работу под руководством режиссера, оператора и продюсера нашей телерадиокомпании. Большую часть съемок занял грим главного героя. Проблема, которую раскрывает ролик – вредные привычки современного молодого человека. К чему приводит постоянное времяпровождение за компьютером и телевизором. Кроме того, ролик заставляет задуматься о том, какое будущее выбирает для себя каждый представитель молодежи. Конкурс был посвящен социальной рекламе. Название конкурса было «Новый взгляд». Этап региональный. Занял наш ролик социальный первое место. И сейчас поедет в Москву на федеральный уровень. Участвовать на уровне федерации уже. Сейчас в Москве наш взгляд на социальную проблему будут оценивать уже мастера рекламы, известные режиссеры, актеры театра и кино. Это ежегодный крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. Победители и финалисты конкурса награждаются ценными призами в Государственной Думе. Авторы лучших работ могут пройти стажировку в крупнейших рекламных агентствах и фестивалях мира, а также будут размещаться на телевидении и наружной рекламе. Следить за нашими новостями вы можете и в социальных сетях. Мы есть в ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке и на портале в Ютуб. Онлайн-трансляцию канала, а также всю самую свежую информацию вы можете увидеть на нашем сайте. Будьте в курсе событий и хороших вам новостей.